книга открытым оком вопрос 2157 не могу согласиться что выражение святая русь не соответствует действительности так как столько было у нас монахов и монастырей на руси разве не видна в этом святость отвечает игнар тихонович лавкин в самом вашем вопросе уже видно незнание евангелия монашество проповедовала насаждала не евангельскую веру и народ жил по язычески его слово божие было неведомо народу решили пили воровали и самое главное что христа евангельского христа перерождающего человека люди не знали потому бог и разбил эту фальшивую святость за грехи и за безумие царей дворян и священство книга левит 26 глава 33 стих а вас россию между народами и обнажу вслед вас меч и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены пророк и языки 12 глава 14 стих а всех которые вокруг него с поборников его и все войско его развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч житие святого михаила и феодора память мечается 20 сентября когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия не думая что все сие было простым обычным явлением всего вчера временного мира или произошло от какого-нибудь случая но знай что бедствия попускаются волею всемогущего бога за наши грехи дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись вначале господь вразумляет грешных малыми наказаниями если же мы не справляемся тогда он посылает на нас большее наказание как никогда и на израилетян ибо что попустил господь на тех кои не захотели исправиться от верви бича христова евангелие от иоанна 3 глава 15 стих поразишь их сказал он жезлом железным псалом 2 8 стих наказание малые которые господь выпускает вначале суть следующие мятеж голод внезапная смерть между собой иные войны и тому подобное если же такими наказаниями грешники не вразумляются тогда господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие на племенников чтобы хотя всем великом бедствии люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых по слову пророка когда он убивал их они искали его псалом 77 34 так было и с нами по всей нашей со всей нашей землею российской когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого бога и сильно оскорбили его милосердия прийти же в раскаяние уклониться от зла и творить благое не хотели тогда разгневался на нас господь праведным гневом своим и вас хотел наказать нас за наши беззакония лютейшую казнью и вот он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варваром называемым татарами с нечестивейшим и беззаконнейшим их царем батыем в бесчисленном множестве напав на русскую землю они победили русских благоверных князей и сокрушили их войска все города они разорили и землю русскую опустошили мечом и огнем ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным почищам коим за наши грехи предал нас бог глаголовший некогда через пророка если захотите и послушаетесь то будете вкушать благо земли если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас пророк исайя 1 глава 19 20 стихи а